Всем привет! Это Катерина Савченко, и с вами подкаст ЛХВ об успешных людях Эстонии. Успех — дело нажимное. И сегодня у нас в гостях совладелицы кафе Павлова, где можно попробовать по заверению подписчиков Инстаграма самые модные, самые красивые, самые вкусные пирожные Павлова. И сегодня мы поинтересуемся, как все-таки эти две замечательные девушки пришли к такой идее заниматься именно Павловой. Я знаю, что, Ольга, у вас вообще... Мы пришли из IT-сферы. Эрика еще в недавнем прошлом фулл-тайм юрист была и до сих пор практикует на этом поприще. Как вообще пришла вам в голову идея заниматься кондитерским делом? И почему именно Павлова? Ведь это такой капризный десерт. Он предполагает, что сделал, съел. Почему именно он? Я думаю, что лучше ответит Толя, потому что она родоначальник кафе. Ну, честно говоря, это такая не очень короткая история про то, как я была 20 лет в IT. Потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уйти с американской компанией, которая работала очень успешно на тот момент. И в какой-то момент занялась изготовлением тортов на заказ. Занималась этим 10 лет, достигла там определенных успехов. В Таллине была самым постребованным кондитером на свадьбах. На своей кухне делали? Нет, нет, у меня было. Не на своей... Начинала, конечно, со своей кухни, но потом все-таки в итоге это вылилось в 10-летнее предприятие. Но по итогу это не принесло, так скажем, финансовое удовлетворение. Работать за идею пришлось 5 лет первых на энтузиазме, на идее и так далее. Но потом все это, конечно, закончилось. И стал вопрос вообще, сколько я еще буду жить за счет мужа. И в тот момент... Это было все хорошо, потому что в тот момент родилась идея сделать кафе, которое специализируется только на Павла. Павлова — это мой любимый десерт, и его в Таллине очень мало мест, где хорошо готовят. Потому что у Павлова есть определенная специфика, которая должна соблюдаться. У нас это трудно соблюсти, если ты в кафе и в ресторане, или если тем более это большое предприятие. Но это такие подробности. И на тот момент я нашла партнера, которая прямо с головой в эту идею вместе со мной рухнула, поверила. И мы с ней начали этот бизнес с небольшого кафе возле порта. Вот. И в этом году будет пять лет. И в прошлом году, в конце прошлого года сложились так обстоятельства, что партнер сменился, и мы с Эрикой нашли друг друга. Да. Вот. Как вы вот нашли Эрика? Вы заглядывали в кафе к Ольге? Может быть, какая-то встреча произошла? Мне всегда нравилось кафе Павлова, поэтому если бы, наверное, мне сделали предложение купить какой-то другой кафе или там стать совладелицей, я бы вряд ли согласилась. А когда ты приходишь в то место, которое тебе изначально по душе, то, наверное, больше энтузиазма изначально заниматься, потому что ты видишь, что оно продуктивно работает, и для тебя продукция, для самой, она уже аттрактивна, да. Поэтому, когда ко мне пришла бывшая совладелица кафе Снежана и попросила помочь Оле со Снежаной разойтись юридически, потому что она стала заниматься другим детищем еще параллельно, в общем-то, я предложила Оле, чтобы я стала ее партнером. Мы посидели, подумали и решили, что, наверное, мы можем сработаться, хотя, в принципе, до этого времени мы, ну так, в шапочное знакомство было, не могу сказать, что мы были там друзьями, да. Поэтому мы, в общем-то, нас сблизило именно кафе, совместный бизнес. И ваша юридическая практика. И моя юридическая практика в том числе, да. Да, поэтому, да, вот такой интересный поворот, потому что Оля из АТИ, я из юридической сферы. И, конечно, много всего нового за эти полгода я для себя изучила. Ну, кстати, как вам было хорошо? Оля уже больше 10 лет делает торты, а вы вот только-только от работы с бумагами перешли к кондитерскому делу. Тяжело? Ну, я доверяю Оле. И мне кажется, что в партнерских взаимоотношениях не может быть ничего другого. Мне кажется, что Оля очень хороша в производстве, в контроле качества, да, в новых идеях. Я могу принести какие-то новые просто веяния в наше кафе и поддерживать нас с юридической точки зрения, потому что в любом случае любой бизнес – это документация, это люди, это оформление договоров и так далее. Поэтому, когда одна дверь закрылась, другая дверь открылась, и поэтому, в общем-то, в этом году и появилось еще одно кафе, которое теперь у нас в торговом центре ВИР находится. Это уже наше совместное детище, которое нас сплотило. Мне кажется, что те люди, которые пережили совместно строительство и ремонт, они уже, в общем-то, могут дальше идти по жизни, учитывая вот такую турбулентную обстановку на рынке с ростом цен, с нехваткой строителей, с нехваткой людей. Мне кажется, что мы смогли друг другу притереться за этот период времени, показать, что мы можем дальше нормально сотрудничать, существовать вместе и генерировать новые идеи. Как в браке практически. Да, это как в браке. Ну, как бы партнерство, мне кажется, в бизнесе, это вообще даже хуже брака, потому что тут доверие вообще полное должно быть. И я очень благодарна, что Эрика доверяет мне, и какие-то важные решения там и так далее. Конечно, нелегко это все. Вообще, все люди, у которых там был определенный опыт, мне говорили, что партнерство в бизнесе – это очень тяжело, это всегда проблема, но как-то вот справляемся мы пока до сих пор. И мне кажется, что это намного легче, когда есть партнер, потому что, ведя бизнес 10 лет самостоятельно, когда ты за все отвечаешь, на все отвечаешь, и там, и сям, и здесь, гораздо проще, когда у тебя есть партнер, на который можно положиться, и который там в какие-то моменты может просто встать за прилавок, юрист со стажем, и начать продавать пирожные в своем кафе. Никто же не знает, и люди, которые приходят в кафе и видят Эрику, спрях, говорят, ну что, в юриспруденции не пошло. Да, это мне очень удивило, такое мнение общественности, потому что мы не особо афишировали, что я стала совладелицей, мы занимались просто делом, строили новое кафе, решали вопросы на производстве, искали новые продукты, тестировали их, а когда открылось второе кафе, и нужно было делать уже презентации, делать открытия и так далее, и когда необходима была им моя помощь, тогда, конечно, люди, которые меня видели за прилавком, они очень удивлялись, и первый вопрос, который был, у тебя что, все плохо, что ли, ты прогорела? Можно и успокоить, все нормально. Для меня, как для человека, который старается постоянно развиваться, для меня этот вопрос был очень странный, потому что мне кажется, что в наше время люди, которые имеют несколько бизнесов или стараются как-то диверсифицировать возможные свои убытки или прибыли, наоборот, это идти в ногу со временем, поэтому то развитие, которое мы сейчас обсуждаем, оно именно... Какие у вас, кстати, планы на будущее? Грандиозные. Грандиозные, да, мы можем похвастаться, потому что мы за это время уже очень много сделали с Олей. Ну, во-первых, мы стали уже учредителями компании в Дубай, потому что мы считаем, что следующее направление, которое мы могли бы развивать, это Арабские Эмираты. Очень интересно. Мы стали первой эстонской компанией, которая подала на регистрацию торговой марки. Кстати, очень классное совпадение было, потому что чуть-чуть вернусь, там, 4-5 лет назад, то есть когда Кафе Павлова первое было создано, прошел месяц буквально, заходит молодой человек, как оказалось, юрист, адвокат, который занимается как раз-таки правовыми всякими вопросами, патентами и так далее. Он спросил, а вы торговую марку зарегистрировали? Я говорю, вы представляете, мы 5 дней назад подали в патентное бюро на регистрацию торговой марки в Европе. И тогда, в тот же период, буквально на старте, мы поняли, что это такая идея, которую можно очень легко масштабировать. И, в принципе, на тот момент, до ковидные времена, это было бы очень просто сделать. Мы написали франшизу, то есть это заняло примерно год, потому что для написания франшизы требуется отточенность всех процессов, понимание того, как работает это все, что человек должен делать, где его место, как должно выглядеть кафе. Это заняло примерно год. И в Эстонии у нас нет фирм, которые помогают в написании франшизы. Нам пришлось нанять, опять же, американскую компанию, которая нам это сделала. Но, к сожалению, ковид мешался, и наши масштабные планы по превращению Павловой в новый Starbucks, так скажем, в плане развития, в плане идеи. То есть идея в том, что, в принципе, в любом городе полумиллионники может существовать несколько кафе Павлов, куда люди могли прийти, и на месте купить десерт, который изготовляется при них. Изготовляется он, в принципе, достаточно просто. И сама по себе концепция предполагает очень маленький процент убытков в плане списания и так далее. У нас нет продукта готового, который стоит в витрине, который портится. Это большая проблема во всех кафе, потому что сложный бизнес-процесс в плане производства, очень большие склады сырья и так далее. Его надо сделать. И ты, в принципе, очень хороший бизнесмен, наверное, может предсказать с точностью до одного пирожного, сколько продастся у него. Но, как правило, это либо заканчивается, ты теряешь продажи, либо у тебя переизбыток, который имеет свой срок годности. А поскольку мы используем только натуральные продукты, срок годности достаточно короткий, и тебе приходится выбрасывать. Вот в Павлово такого не происходит. Это торговую марку мы начали два месяца назад. Да, и к чему я? Два месяца, да, два месяца. И тогда же мы узнавали по поводу Эмиратов. Мы ездили на выставку франшизную в Дубае с той моей партнершей еще. И мы поняли, что это очень классный рынок для людей, которые любят очень сладкое. У них не употребляется алкоголь, и поэтому они всю свою энергию это направляют на то, что заедают сладким. И был очень большой интерес, и мы поняли, что это отличный рынок для развития. И два месяца назад мы звонили в патентное бюро наше по другим вопросам. И человек, с которым мы контактируем, спрашивает, ну какие у вас планы? И мы начинаем рассказывать, что вот мы собираемся все-таки в Дубае без... Вы знаете, у меня для вас хорошая новость. Дубай пять лет назад и вообще Эмираты у них была своя система регистрации. Это стоило очень дорого, занимало безумное количество времени. Но два месяца назад Дубай, не Дубай, Эмираты подписали соглашение общемировое, к которому они присоединились к патентной системе общемировой. То есть прямо из Эстонии мы можем теперь подать на регистрацию торговой марки Эмираты, когда стоит гораздо дешевле. Но все равно очень дорого. И мы такие, ну это прям знак, потому что мы до этого решили, что мы все-таки туда пойдем. И тут вот такое совпадение чудесное. Дурно, это сколько? Ну мы говорим о нескольких там десятках. Для того, чтобы начать работу, это только все вот эти бумажные проволочки, которые необходимо согласовать, сделать это еще. Время занимает. Ну вот у нас намечена первая поездка в конце сентября. Ну 9 августа мы подали. Да, 9 августа мы подали. То есть мы уже... На регистрацию торгового марка. Да. Класс. Ну вот заметка нашим зрителям, слушателям. Ищите в вашем городе, рядом с Старбаксом, скоро будет стоить по Павловой. На Старбаксе-то нет вроде. У нас нет, но вдруг нас смотрят. Мы так и с Олей смотрим на дальнейшую перспективу. В принципе, я думаю, что одно кафе в год, которое мы могли бы открывать, это вполне возможно дополнительно к тому, что у нас сегодня, на сегодняшний день есть. Если мы по нашим экономическим показателям сможем ускориться, это будет очень хорошо. Потому что в перспективе мы бы хотели сетку по миру сделать. Нас интересуют и какие-то города Европы, и Америка. Поэтому мы хотим расширяться. В общем, что у нас такие не наполеоновские, а жозефиновские планы. Звучит фантастически. Просто желаю удачи вам. Спасибо. Эрика, Ольга, я понимаю, сейчас у вас мысли все о расширении бизнеса. Вы туда вкладываете свое время и деньги. А как насчет личных финансов? Что у вас там на этом фронте происходит? Откладываете ли вы что-то? Инвестируете куда-либо свои деньги? Есть у вас свои деньги вообще? Есть, конечно. Мы в бизнесмен уже, бизнесвум. Как без того, чтобы у нас не было своих денег. Поделитесь, из чего состоит ваш портфель инвестиционный? Акций у меня на сегодняшний день никаких нет. Хотя я так активно присматриваюсь с тем, что на рынках происходит. Мне показалось, что для того, чтобы инвестировать в какие-то криптовалюты или акции, которые мне не хватает в этой сфере знаний, я такой человек в этом плане осторожный с финансами. Поэтому посчитала, что если я недостаточную тему изучила, то мне туда идти не надо. Я по-прежнему верю в недвижимость. Поэтому, когда у меня появлялись какие-то дополнительные заработки или мне удавалось прийти к тому, что я откладывала определенные суммы, то я инвестировала в землю, в гараж, в какой-то объект недвижимости еще. Поэтому я считаю, что недвижимость – это хороший капитал уважения, который всегда можно сделать. У меня у самой три разных бизнеса на сегодняшний день. Один – это юридическая деятельность, «Кафе Павлова». И помимо этого у меня еще есть компания, которая занимается обслуживанием недвижимости. Поэтому мой способ мышления такой, чтобы бизнес был в разных направлениях, что если бы, например, в одной стране что-то пострадало, то другая, возможно, могла бы другой бизнес вытащить или поддержать его каким-то образом. Я думаю, что именно поэтому мы с Ольгой и решили, что мы пойдем в какую-то другую страну дальше развиваться. Потому что если смотреть с экономической точки зрения на ведение бизнеса, во всем мире вряд ли будет проседание экономики. И если выбрать такие рынки, которые между собой не особо пересекаются, то явно, что общий холдинг смог бы себя поддерживать всегда на плаву. Поэтому мы стараемся сейчас все накопления, которые у нас есть в компании, инвестировать именно в дальнейшее развитие. Так, хорошо. А у вас как, Ольга? Я в этом смысле, конечно, человек одного бизнеса. У меня нету трех бизнесов. Я всю свою последнюю сознательную жизнь до 15-20 лет вкладывала в то дело, в которое я делаю. К сожалению, все мои накопления, которые у меня были после окончания работы в IT, так скажем, не принесли прибыли, скорее наоборот, в тортовом бизнесе, потому что немножко не тот рынок. Может быть, я там какие-то ошибки делала. Но по итогу я потеряла то, что у меня было накоплено. В этом смысле, конечно, я стала более осторожна. То есть я не так уже трачу деньги на то, чтобы там какие-то сиюминные решения. То есть больше продумываю там и так далее. Но на данный момент я инвестирую. Я что-то откладываю, конечно. Там какая-то подушка безопасности должна быть, что ты можешь там три месяца прожить, там полгода прожить без проблем, не теряя уровень жизни, так скажем. Но я инвестирую в Павлову. Ну, как бы и время, и деньги, и так далее. То есть даже если забегая вперед коснуться пенсионных накоплений каких-то, я сняла третью ступень деньги и вложила в бизнес. Третью ступень, которая... Которая, нет, которая добровольная. Третья. Третья, да, которая добровольная, которую я сама копила там какое-то время. Но я решила, посмотрев на скорость, которую деньги теряют в цене, я решила все-таки, что лучше я вложу это. Гораздо более сейчас, больше веря в то, что я делаю, и будучи уверена в том, что в конце концов проект Павлова принесет больше прибыли, чем мы даже можем себе представить, да. Вот, я вкладываю все-таки туда. Потому что представить себя в каком-то другом бизнесе я, наверное, не могу. А вторая пенсионная ступень у вас тоже есть? Ну, а оттуда вы деньги не забираете? У меня есть все ступени на сегодня. Первая, вторая, третья я не забирала деньги. Угу, да. Ну, первая у нас у всех есть. Ну, в смысле, да, я имею в виду, обязательно, да. А и вторая, третья сохранились, да. Третья? Я не забирала ничего. Ну, я думаю, что... Мне кажется, что у нас поэтому с Олей и получается какой-то определенный симбиоз, потому что мы очень разумно уже подходим к финансам, там, в силу возраста, предыдущего опыта какого-то жизненного, в силу того, что мы, там, одинаково смотрим на определенные вещи, на расходы, там, мы понимаем, что главная ценность, наверное, это люди, которые у нас работают, что мы стараемся их, там, мотивировать, поддерживать. И, конечно же, видят те инфляционные процессы, которые происходят сейчас, на сегодняшний день, ну, нет смысла, наверное, долго сидеть просто на куче денег, там, или даже если не на куче, да. Нужно все-таки стараться находить им применение на сегодняшний день. В этом-то мы и сошлись, поэтому у нас есть этот долгосрочный план развития компании, к которому мы, собственно, стремимся. Мы будем рады, если мы найдем еще каких-то инвесторов, которые в нас поверят и тоже проинвестируют наши проекты, потому что мы тогда пойдем быстрее в развитии нашем. Хорошо, это посыл такой. Посыл, да. Вдруг кто-то увидит, ну, да, у кого есть интерес заработать на своих деньгах и поддержать нас таким образом. Хорошо, но раз вы так рекламируете, то прорекламируете и возможную прибыль. Какую вы планируете прибыль из этого проекта выручить к даву в будущем, скажем, через 5 лет? Ну, мы, на самом деле, не ищем себе партнера, которого мы взяли на паи. Мы ищем людей, которые поверят в нашу бизнес-идею и выдадут нам деньги под проценты, да. Поэтому это только вопрос обсуждения того, о каких процентах мы договоримся. Понятно. Потому что дополнительных пайщиков, наверное... Вы вдвоем сейчас, да, единственное? И как у вас разделение идет? 50 на 50? Да. Ясно. Полная демократия. Ну, с одной стороны, полная демократия, с другой стороны, наоборот, полная стагнация, если один да, а второй нет. Поэтому мы должны всегда уметь договориться между собой. Это, в общем-то, высший пилотаж, на мой взгляд, для того, чтобы каждый мог своими аргументами убедить противоположную сторону, что нужно так, а не по-другому. Отлично. На этой ноте положительно. Я желаю вам всегда договариваться, находить общий язык, находить возможность реализации вашего проекта. А можно вам задать вопрос? Да. Почему вы нас позвали? Почему мы вас позвали? Наверное, потому что мы тоже любим Десерпалова, как и все. И, ну, в принципе, пример бизнес-вум, он всегда положительный, всегда приветствуется. Спасибо. Всем молодым девушкам, которые сейчас на это смотрят. Вот, видите, пример, живой пример того, что можно стать независимой бизнес-вумен, не сидеть на шее у кого-то, а зарабатывать деньги самой, еще и давать работу другим. На самом деле не надо ничего бояться, наверное, надо пробовать, верить в себя и понимать, что если ты упал, то всегда можно встать. Супер. Спасибо. Спасибо, да. Это с вами был подкаст ЛХВ об успешных людях Эстонии. И это была Катерина Савченко. Смотрите нас снова. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!